Здравствуйте мои дорогие друзья и сегодня с вами я Лёва Иванов. Я продолжаю свои рассказы о рыбалке, вернее о технической ее составляющей. Сегодня такая тема как зимние удочки для ловли плотвы. Вот перед вами мои дорогие друзья, мое рыбацкое ведро. Оно с крышкой. Вот здесь лежат снасти мои. Что лежит в ведре? Это лежат три удочки для рыбалки, лежит черпачок, лежит загрузчик для прикормки и лежит отцеп для мормышек, если они зацепились за лед или зацепились за какую-то корягу под водой. Так что все вот это, все приспособления, которые нужны для рыбалки. У меня находится вот в этом ведерке сверху крышка с пенопластом, прикрученная болтиками. На ней я сижу на этом ведерке и ловлю. Это ведерко 17-литровое от поклевки. Вот мне его подарили и очень подходит оно для рыбалки. Крепкое надежное ведро, легкое. Сейчас мы его взвесим. Вот мои дорогие друзья и посмотрим сколько оно весит. Вот ведро на безмене 2 килограмма. Вот так вот. Вообще, мои дорогие друзья, все мое снаряжение для зимней рыбалки очень легкое. Это ведро со снастями, на котором я сижу 2 килограмма и 3,5 килограмма весит мой бур. Так что вот так, мои дорогие друзья. В общей сложности, когда я иду на рыбалку, с такими снастями, как у меня, идти даже на большие расстояния не составляет никакого труда. Общий вес всей приблуды, скажем так, рыбацкой 5,5 килограмм. Что под силу даже слабой женщине. Вот так вот. Ну, а сейчас начнем рассматривать и я начну рассказывать о... Итак, мои дорогие друзья, вот вашему вниманию представлены 3 удочки, которыми я рыбачил. Все они были куплены когда-то очень давно в рыболовных магазинах и сослужили мне верную службу. До сих пор я их использую для поиска и ловли плотвой. Здесь представлены 2 удочки. Вот одна удочка эта с подставкой, с открытой катушкой для осматывания и наматывания лески. Вот их у меня таких 2. И есть одна очень интересная удочка, где скрыта катушка с леской, что очень хорошо, когда катушка попадает в снег, вернее удочка попадает в снег или в воду, на нее не налипает лед и снег. И что не делает эту леску, в этом случае не затрудняет ее сматывание и наматывание. Чем оснащены эти удочки? Эти удочки оснащены лосановыми кивками. Вот они. Через них продета леска. И на конце кивка привязаны мармышки. леска разматывается и на нужную глубину и производится ловля. Вот почему, скажете, 3 удочки, можно же иметь и одну. Но одна у меня, вот эта вот удочка у меня поисковая. Вот и 2 удочки, на которые я ловлю, мои дорогие друзья. Вот. В целом, что хотелось бы сказать с удочками, как-то все понятно. Но остановимся на лосановых кивках. Кивки лосановые, очень надежные и крепкие. Прекрасная фиксация их на удочке, благодаря резиновым, а также силиконовым креплениям. Вот. Кивки хорошо играют. Хорошо подсекают рыбу, не ломаются и не теряют свои гибкие свойства в сильные морозы. В целом, что хочу сказать. Несмотря на то, что удочки фирменного производства, сделанные из пластика, кажутся хрупкими и ненадежными, но, как показывает практика, они оправдывают то, чем я занимаюсь, то есть ловлей рыбы. Вот, например, эта удочка, купленная 3 года назад в магазине, она была оснащена леской, оснащена вот этим вот кивком и оснащена какой-то мармышкой. Какой сейчас, я уже не помню. Сейчас 2023 год, вот 3 года назад такая удочка со всем оснащением в рыболовном магазине стоила 150 рублей. В целом, вот эта удочка у меня самая старинная, ей больше 10 лет, мои дорогие друзья, и вот этой удочке лет 7-8. Вот так вот. Конечно же, у меня раньше были самодельные удочки. Они, вот она такая осталась. Свои, правда, все я раздал. Осталась удочка отца. Вот, показываю я вам ее. Но тяжелая самодельная удочка. Вот, с неплохой, скажем так, катушкой. Но, как показывает практика, фирменные удочки стоят недорого. Очень легкие и надежные. В целом, удочки оснащаются тонкой леской. После рыбалки приносишь их, прогреваешь, просушиваешь и готовишься к следующей рыбалке. На этом рассказ мой о удочках закончен. Надеюсь, все было ясно, предельно и понятно. Для опытных рыбаков, конечно, то, что я рассказал, это не новость. Всем вам все хорошо, это знакомо. Так что, мой рассказ был для не очень продвинутых и не опытных рыбаков. На этом я с вами прощаюсь. С вами был я, Лёва Иванов и мой канал. Желаю вам удачи на рыбалке.